Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. И если ты видишь, что видео начинается с этого интро под эпичную музыку, знай, у меня есть для тебя порция агрессивного и напористого контента. И хотя сегодня я уже опубликовал два видео, я никак не могу не опубликовать и это. Начнем с того, что биткоин за почти 50 тысяч долларов это совершенно не исследованная территория, что не дает пространства для конкретного анализа. Впервые за очень долгое время я не могу точно сказать, что произойдет дальше именно на краткосроке. Дело в том, что есть очень много факторов сейчас, которые влияют на неопределенность событий, что может либо обрушить рынок, либо затолкать его на новые вершины. И это может произойти в любой момент. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям. 22 февраля через 7 дней состоится слушание по делу Риппл и СЕК. Джереми Хоган, адвокат, который связан с делом Риппл и СЕК, говорит, что регулирование XRP может наступить даже до 22 февраля. Это один из вариантов развития событий, по его мнению. Джереми говорит, что этот сценарий заключается в назначении Гэри Гэнслера новым председателем комиссии СЕК. И он наверняка будет стремиться к скорейшему регулированию в течение первых месяцев. Все потому, что старая и новая администрации не разделяют мнения друг друга. Пока мы с тобой обсуждаем это, внутри комиссии происходит раздор. Они не могут определиться, в каком направлении шагать. Их задача защищать инвесторов, но вместо этого они приносят хаос на рынок. Я говорю об этом, чтобы ты был готов. На краткосроке в течение двух недель может произойти что угодно, особенно ближе к 22 февраля. У тебя должна быть стратегия. Сможешь ли ты осилить критическое падение цены XRP 22 февраля? Переживешь ли ты его без последствий? Или же достаточно ли у тебя XRP или другой криптовалюты, чтобы заработать, когда она снова начнет расти? Видишь, без конкретного плана ты можешь здесь погибнуть. Я заметил, многие забыли о том, что на рынке есть еще одна фигура, кроме Ripple, которую облепили судебные иски и разбирательства. Это, конечно же, тезер, к которому я всегда относился с большой осторожностью и тебе советовал. Многие члены криптовалютного сообщества называют его скамом. Даже биткоин-максималист Энтони Помплиано у себя в твиттере писал, что тезер – это самый большой развод в истории криптовалюты. Давай представим на секунду, что что-то плохое случится с тезером. Например, его таки добьет очередной суд. Что тогда будет? Увидим ли мы краткосрочный коллапс рынка? Думаю, да. Я не говорю, что это обязательно случится, но среди моих обязательств есть и это – предупредить тебя, чтобы ты был готов ко всему. Я уверен, коллапс тезера не убьет рынок криптовалют, но очень сильно ему навредит. Биткоин и эфириум не могут преодолеть свои зоны сопротивления. Биткоин уже достигал более 49 тысяч долларов, но сразу же упал вниз до 46-47. Для продолжения роста криптовалют биткоину нужно сломать это сопротивление, иначе придется готовиться к худшему. Задай себе вопрос, сможешь ли ты пережить сейчас падение криптовалют на 20, 30, 50 процентов? Я знаю, что я смогу. У меня есть стратегия и план. У меня есть резервы в фиате, чтобы если что купить рипл за 10 центов, биткоин за 25 тысяч долларов и так далее. Я не говорю, что они уйдут до таких отметок, но я готов к этому. Именно поэтому я фиксировал прибыли на росте криптовалют, чтобы во-первых обезопасить свои риски и во-вторых иметь деньги на покупку по более низким ценам, на всякий случай. Поэтому надейся на лучшее, но будь готов ко всему. И только в таком случае, независимо от того, полетим ли мы на луну или будем откупать дно, мы все равно останемся в победителях. Друзья, я хочу показать эту статью. Страны Большой Семерки поддержали выпуск новых СДР-МВФ. Для тех, кто не знает, СДР это специальные права заимствования, искусственные резервные платежные средства, имитируемые Международным валютным фондом. Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Так почему же я показываю тебе эту статью, которая вышла, кстати говоря, 4 дня назад? Давай вспомним, что Всемирный экономический форум недавно показывал свой план касаемо виртуальных СДР и так называемых ИСДР, электронных СДР. Сообщество давно спекулирует на тему того, что этим ИСДР может оказаться XRP. Причина таких спекуляций заключается в том, что МВФ имеет связи с Ripple, причем очень тесные связи. Кристин Лагард, далеко не последняя фигура в финансовом мире, также связана с Ripple. Говоря о развитии финансовых технологий, она заявила, что наибольший вклад в формирование нового цифрового мира вносят такие компании, как Circle и Ripple. Кроме этого, Кристин Лагард строила инфраструктуру на основе технологии распределенного реестра АК блокчейна для новых гибридных ИСДР, пока она была на посту директора распорядителя МВФ. Затем ее заменила Кристаллина Георгиева и заявила о том, что мы находимся в моменте нового Бреттон Вудса, в точке абсолютной трансформации этой финансовой системы. Когда-то я тебе об этом рассказывал в одном из своих видео. Прочитай о том, что такое Бреттон Вудс и чем он был. Первый Бреттон Вудс положил начало всей системе, в которой мы до сих пор существуем. И теперь Кристаллина Георгиева прямо говорит, мы находимся в новом Бреттон Вудсе, в полной трансформации финансовой системы, в полной перезагрузке, о которой мы говорим уже больше года. Мы говорили и говорим, что эта новая финансовая система будет задействовать Ripple XRP, Stellar XLM и может быть еще несколько других криптовалют. Давай прочитаем некоторые моменты из этой статьи. Группа из семи министров финансов G7, вероятно, поддержит новый выпуск собственной валюты МВФ или же СДР, чтобы помочь странам, сильно пострадавшим от пандемии. Об этом они говорили на онлайн-встрече в пятницу. Новый выпуск СДР похож на то, как банк печатает деньги, поскольку новые СДР дают каждому члену МВФ больше резервов для использования. Официальные представители США в МВФ заявили, что они открыты для этого нового выпуска в размере 500 миллиардов долларов. Это явный сдвиг позиций при администрации нового президента США Джо Байдена. Мы ожидаем, что на заседании G7 в пятницу будут приняты решения по важным инициативам и для Франции. Это вопрос о новом распределении специальных прав заимствования СДР, сказало Министерство финансов Франции. Германия и Италия также поддержали эту инициативу. Консенсус между богатыми странами G7 проложит путь к более широкому соглашению между странами G20 в следующем месяце, что в свою очередь может заложить основу для официального решения на ежегодной встрече МВФ в апреле. Как мы видим, страны активно договариваются, работа кипит и эта работа кипит над новой финансовой системой, над новыми гибридными СДР, новой собственной валютой МВФ, собственной цифровой валютой. Опять же, нам снова встречается этот месяц, апрель. Ты же помнишь, Кристин Лагард назвала апрель важным моментом в истории цифрового евро. Кто же будет поставлять ликвидность для этой новой финансовой системы? Может быть, ODL? Продукт от Ripple? Я думаю, нас ожидает большая волатильность на рынках. Я уже говорил, что ожидаю падения фондового рынка в ближайшие годы. Я также ожидаю кризис ликвидности, регуляторную ясность и урегулирование Ripple после судебных разбирательств. Столько всего должно произойти за такой короткий период времени. И на этом фоне мы видим политический сдвиг. Страны Большой Семерки, МВФ, Большая Двадцатка, Банк Международных Расчетов. Все эти товарищи, кажется, действуют скоординированно. Точно так, как мы всегда и предполагали. Я хочу, чтобы ты все это понимал, чтобы ты все это видел. Всемирный экономический форум выпускает новый план о виртуальных СДР. И внезапно МВФ и G7 начинают активно работать над выпуском новых СДР. В то время, как Ripple движется к неизбежному регулированию. Почему все это чувствуется так, будто бы все скоординировано и синхронизирован? Может быть потому, что это самые важные события в финансовом мире, которые жестко повлияют на нашей жизни. Но всем плевать и никто не обращает внимания. Никто, кроме нас. Друзья, меня зовут Богатейший Ди и, как всегда, я благодарен каждому, кто посмотрел это видео и поставил лайк. А также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй, делись видео с друзьями. И обязательно, Богатей, до скорого! Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Продолжение следует...